Пеплсар, еще раз всем привет. Рядом со мной стоит человек, который, могу сказать, громко и гордо. Один из постоянных участников ансамбля Иверия, знаменитый пианист, который без него, я не представляю ансамбль Иверия, я был еще школьником, я вам говорю, это искренне, да? Когда Перёд пришел смотреть их музыку, свадьба своих, особенно органавты, и один из участников Иверия ему говорит, что у тебя так вот мышцы, как разбросанные конфеты, говорит. Это просто так не переводится, пару слов как не звучит, но это было с юмором, от души всегда все сделано, еще играла музыка. Роман Цхеладзе, дамы и господа. Слон, слон. Да, ну. В мире меня так знают, слон, слон. Хорошо. И человек, который легенда, на самом деле, все мелодии, которые звучат, такой, как это, даже растерялся рядом с тобой. Свободной музыкой, свободной музыкой. Потому что я его давно не видел, Роман. Современной свободной музыкой, да. Скажи, Боже, Ром, когда вы делали, особенно музык, органавты, расскажи что-нибудь закулисную историю, как это все происходило. Нет, тут я хочу сказать главное то, что Сан Саныч посылаю. Это книга, которую все мы должны обязательно прочесть по простой причине, чтобы просто стать чуть-чуть добрее. Это философия отношений, философия юмора, философия созидания очень умных и талантливых людей. И результат тот, что царство небесное Евгений Гинзбург, он недавно как ушел, снял два фильма по телекомпании, если я не ошибаюсь, экран. Свадьба с Сойкой и органавты. Кстати, в органавтах я играл Геракла. И там, пока Гинзбург меня утвердил, был на этой роли Гафт. Да, наша элита. И так получилось, что потом в конечном итоге Гераклом оказался я. И они, по-моему, не проиграли. Сан Саныч и Иберия, это все, это закулисная жизнь, она продолжается еще втройнее. Потому что я действительно, я повторюсь, Александр Басилавия, это клад вообще, я считаю, мировой культуры. Там, где честность, там, где отношение к музыке без маски, там, где элементарная правда действует. А иначе зритель вас не полюбит. Роб, скажи, пожалуйста, в одном из мюзика есть такой сюжет, Сан Саныч, и ты состязаете с такой состязанием, такой музыкальной пари. И твои первые ощущения, когда он предложил сыграть вот так? Нет, вы знаете, это, так скажем, по-современному проекту у нас был еще до того. Я с Сан Санычем, мы еще до Свадьбы с Сойкой у нас был такой номер. Кстати, в телекомпании Останкино по сей день есть, в архиве они часто очень отпускают. Когда Басилавия и я, мы играем, и у нас лежат шахматные часы. Кик-так, кик-так. Да, лежат, да. И когда, то есть, вот он играет, он включает, я играю, я включаю. Это было порой, это очень хорошо. Вообще, я думаю, что абсолютно разные музыканты, как ваш покорный слуга Слон и господин Бутхузи, как мы называем его по сей день, Сан Саныч, абсолютно другое исполнение пианизма, другое мышление импровизации. Но вместе это все было настолько правдиво и качественно, что по сей день этот номер часто по-центральному, по-российскому, по-сюда... Востребован, востребован. Да, да. А скажи, пожалуйста, когда вы играли, вот столько аншлагов, да, был мюзикл, как говорится, «Сказки снежной бабушки». Я там... Нет, 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 мюзикл, пиросмани. Да. И все-таки, вот по твоим ощущениям, вот ты каждый их не смотрел, вот где ты участвовал, аргонавты, да, вот ощущение созидаемости, как музыкального человека, да, и мне интересно такой вопрос тебе задать. Вот ты, когда просыпался утром, да, и ты знаешь, ты должен пойти в нашу большую филармонию, в большой концертный зал. И всегда ли ты шел на концерт с радостью и с песнями? И почему ты спрашиваешь? Потому что у многих было на сцене такое, знаете, я устал, не могу, столько играть, столько прыгать и так далее, и так далее. Но я помню твое выражение лица, у тебя всегда была улыбка, улыбка, еще раз улыбка. Ты не уставал? Я постараюсь очень коротко ответить и постараюсь четко выразить мой ответ. Вы знаете, это главное то, чтобы ты постоянно выходя на сцену, ты не для них, ты должен работать для себя, для своего удовольствия. А лично я шел, у нас там были в день по 4 концерта, с 12 часов, я шел, и я, это самое главное лекарство, это самый большой админалин. Когда мне плохо, я играю, когда мне очень хорошо, я играю. Это что-то, 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 я обязательно, это без этого, как это вода, это, я не знаю, это и призвание, и все, 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 все вместе, это весь букет, от которого мы живем, дышим, созидаем, пишем, играем, вам нравится или не нравится. У каждого горшка своя крючка, но мы пытаемся наш горшок, чтобы он был красивым, здоровым и качественным. Я надеюсь, что хорошую подушку, когда хорошо упаковать, это здорово. Роман, скажи, пожалуйста, ты носишь имя Ивериец, ты, как говорится, постоянный участник и один из лидеров группы Ивери, я это говорю, всегда рядом, я не говорю в прошедшем числе, а в сегодняшнем, в сегодняшнее время. Скажи, пожалуйста, в данный момент, когда вот тебя идешь по родному городу Тбилиси, когда народ тебя видит, тебя, твоего замечательного брата, младшего брата, да, они задают вопрос, когда все это возобновится, а когда Иверию можно лицезреть? Вы знаете, Иверия это семья. Вообще, я знаю, откуда пришло грузин. Это из Турции, это насчет груза, вообще это НОСС. Мы Иверицы. Иверия, Иверия. Иверия, Ассамбль, это музыка для любого вкуса. Нет плохой музыки и хорошей музыки. Или музыка есть, или нет. Нет плохой музыки, хороший музыкант, или он музыкант, или нет. Нет плохой музыки, есть плохие исполнители. А то, что мы всегда честно, мы работаем для вас, для зрителей, только одна цель, поскорее прийти и отпахаться. Вот я хочу, да, поработать, поработать. Так что это одно удовольствие, это счастье, это удача, это, я считаю, это джекпот. Я так считаю. Я, что хочу сказать, Пипл Стар рядом со мной есть, стоит и будет всегда находиться, пока он жив-здоров. Легенда грузинской эстрады, великолепный пианист. Я не могу его назвать, его псевдоним. Он всегда для меня был... Нет, нет, не исключается. Я вырос на твоей музыке, да как ты играл, Роман Рцхеладзе. Спасибо тебе, Рома. Спасибо. Спасибо огромное. Так что, друзья мои. Удачи вам, удачи. Удачи вам. Спасибо. Спасибо.